Всем привет! Смотрите, в каком облачном сервисе лучше хранить свои фотографии и есть ли альтернативы Google Фото. Как выгрузить свои фотографии из облачного хранилища и загрузить или импортировать их в другое? Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Облачное хранилище все чаще используется в качестве личного архива фото и видеоконтента, качество которого растет пропорционально разрешению камер смартфона. Поскольку память устройства ограничена, проще хранить все данные в облаке и иметь к нему постоянный доступ. Если вы пользуетесь сервисами от Google, то должны знать о том, что компания заявила о прекращении предоставления бесплатного неограниченного хранилища для Google Фото с 1 июня 2021 года. После указанной даты новые загруженные фото и видео будут засчитываться в бесплатный объем хранилища 15 гигабайт, которое доступно каждому пользователю по умолчанию. Проще говоря, Google Фото больше не бесплатен. Бесплатное неограниченное хранилище Google Фото, позволяющее пользователям бесплатно создавать резервные копии, сжатых высококачественных изображений и видео, было одной из важнейших функций этого сервиса, так как в скором времени это закончится, а пришло время поискать альтернативу. Мы выбрали следующие лучшие альтернативы Google Фото. Однако, имейте в виду, что ни одно приложение не является идеальным. После исследования мы пришли к выводу, что нет полностью бесплатных облачных сервисов. Каждая из них предоставляет от нескольких до десятка бесплатных гигабайт на постоянной основе. Мега – популярный сервис облачного хранения, который предоставляет 50 гигабайт бесплатного хранилища для каждой учетной записи. К сожалению, это относится только к первому месяцу. После этого он сжимается до 15 гигабайт. Хотя это и по-прежнему остается значительным объемом, свободного места все же недостаточно. Вы можете получить бонусное место для хранения, приглашая других пользователей и выполняя простые задачи. Но эти бонусы являются временными. У Мега один из крупнейших доступных бесплатных планов обслуживания, а его платные планы не из дешевых. Приложение Мега доступно для Android и iOS. Следующий сервис – Digo. Сервис позволяет хранить ваши файлы в облаке, обеспечивая резервное копирование фотографий, документов и видео. Бесплатно доступно 100 гигабайт облачного хранилища. Есть веб-доступ и приложение для Windows и Android. Бесплатная учетная запись FireDrop включает большинство всех доступных функций. Однако имеет некие ограничения. Объем 100 гигабайт бесплатного облачного хранилища. Ограничение загрузки. За один запрос можно загрузить максимум 50 файлов. Максимальный размер, загрузка файлов до 4 гигабайт. Ограничение скорости только в случае превышения пределов интенсивного использования. Приложения доступны для смартфонов и планшетов на базе Android. Для получения 100 гигабайт облачного хранилища нужно лишь установить приложение на телефон и пройти регистрацию. Следующий на очереди – Flickr. Flickr – один из старейших облачных сервисов для фотографий. Который все еще существует и представляет собой такое же бесплатное облачное хранилище, как Google Photo. Раньше Flickr предлагал 1 терабайт бесплатного хранилища. На данный момент существует ограничение в 1000 фото. Для загрузки фотографий больше предоставленного объема придется активировать Flick Pro. Есть приложения для Android и iOS. Еще один сервис – Dubox. Сейчас в процессе открытого тестирования вы можете получить 1 терабайт облачного пространства. Это в рамках бесплатного тарифа и неограниченного по времени. Сервис доступен с мобильных устройств на Android и iOS. Кроме того, можно использовать его и на ПК. Для этого существует веб-версия. Но полноценного настольного клиента для Windows в силе macOS пока нет. Впрочем, даже через веб-интерфейс можно заливать не только файлы, но и папки, что весьма удобно. Dubox позволяет не только хранить файлы для личного пользования, но и генерировать ссылки для шаринга. Вы сможете поделиться ссылкой для скачивания. К слову, это полноценное облачное хранилище с синхронизацией. Яндекс.Диск предлагает безлимитное хранилище для фотографий, снятых на Android и iPhone. Яндекс давно хотел организовать свой фотосервис. Потратил очень много времени на развитие сервиса Яндекс.Фотки, но не получилось. И в итоге сервис был закрыт. Фотосервис решили встроить в Яндекс.Диск, добавив безлимитное хранилище для снимков, сделанных с помощью смартфонов. Чтобы получить безлимит, нужно включить автозагрузку. Яндекс.Диск – неплохая альтернатива Google Photo. Сервис дает возможность хранения неограниченного количества фотографий в полном качестве с автоматической загрузкой. Приложение Яндекс.Диск доступно для Android и iOS. Еще один бесплатный сервис – Кластер, похожий на закрытый аккаунт в Инстаграм. Это фотосервис для хранения фотографий в социальной составляющей. Есть возможность открывать доступ к своим альбомам для некоторых пользователей. Например, для друзей или членов семьи. Ваша лента будет ображать фото с альбомом всех пользователей, на которых вас отметили или предоставили доступ. У Кластер доступна только мобильная версия приложения. На ПК только в браузере. Если вы не хотите полагаться только на облако, приобретите и настройте НАС. Некоторые считают любую облачную службу временной. Она действует только до тех пор, пока вы платите абонентскую плату и пока прилагается услуга. Многие из подобных хранилищ приходят и уходят. Постоянный вариант приобрести собственное аппаратное хранилище. Вы можете купить высокопроизводительный НАС накопитель большой емкости, который подключается к интернету, чтобы предоставить вам доступ к фотографиям во всемирной сети, предоставляя вам такое же удобство, как и чисто облачный сервис. Для дополнительной безопасности следует приобрести тот, который поддерживает функцию RAID, чтобы в случае выхода из строя одного из ваших дисков вы не потеряли все свои фотографии. Прежде чем сменить облачное хранилище для фотографии, вы должны знать, как можно их выгрузить с Google Фото и перенести в другой сервис. Первый из способов скачать все фото и загрузить их в другое хранилище. Для этого откройте приложение Google Фото на телефоне, откройте меню «Управление аккаунтом Google», затем перейдите в укладку «Данные и персонализации», пролистываем до пункта «Скачивание», «Удаление» и «Планирование». И здесь нажмите «Скачать свои данные». После чего откроется Google Архиватор. С его помощью вы сможете экспортировать данные из вашего аккаунта Google для создания резервной копии или их использования в стороннем сервисе. Далее нужно выбрать данные для экспорта. Оставляем отметку напротив Google Фото. Пролистываем вниз и жмем «Далее». Затем нужно выбрать способ получения. По ссылке «Добавить на диск», «Добавить в дропбокс», «Вандрайв», «Вбокс». Указываем тип и размер. Файлы больше за указанный размер будут разбиты на несколько частей. Выбрав тип файлов, периодичность, размер и место хранения, нажмите «Создать экспорт». После чего начнется подготовка файлов. Этот процесс может занять несколько часов или даже дней. Когда все будет готово, вы получите электронное письмо. После остается лишь загрузить готовый архив с вашими фото в новое хранилище. Итак, мы отобрали небольшое количество альтернативных сервисов Google Фото. В каждом из них можно выделить свои недостатки, но есть и плюсы. Основная тенденция, которую удалось отследить в процессе поиска, это то, что со временем бесплатные сервисы либо закрываются, либо стают платными. Облачные хранилища с неограниченным бесплатным объемом для хранения фотографий все же есть, но в некоторых из них для обеспечения максимальной конфиденциальности и сохранности необходимо платить за премиум аккаунт. Если вам не подошел один из представленных сервисов или вы знаете лучшую альтернативу Google Фото, поделитесь ей в комментариях. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.